самая такая важная модель в этом софт как сервис вот все смеются когда я привожу этот пример но на самом деле софт как сервис существует очень давно ведь все пользовались почтовыми ящиками и многие компании пользуются это классическая модель софта как сервиса то есть готовое приложение покупаете у того же Microsoft Office и просто ставите его подключаете к провайдеру при этом все у вас находится где-то на сервере если вы готовы платить деньги вы можете даже входить актив на сервере это с начала 90-х годов и по времени интернета и сервисы активно предоставляют а поэтому почему-то это не нужно вот и самая такая загадочная вещь самая сложная в реализации и вообще понимание конечно пользователей это PASS платформа как сервис а что вы мне можете предоставить как вы мне можете предоставить платформу вот такой один из лидеров мировых на этом рынке это компания ORAC которая сейчас очень активно продвигает свое решение по облачным базам данных ORAC да и основа основа данные то есть что они делают у них есть базы данных ORAC которые стихуются в случае в случае стоит одна лицензия ORAC я не знаю как есть но я думаю политика финансовая она стоит именно дорого то есть там на один процессор надо порядка двух тысяч долларов в год причем как говорится ты имеешь все свое но при этом еще должен платить просто чтобы эта лицензия работает да там выпускают определенные обновления ORAC делает определенные инновации но вот простому пользователю простому администратору это совершенно непонятно за что следует и ORAC вывел такой интересный сервис ребята пожалуйста пользователь готового решения нашими базовыми данных для сервиса причем что они сделали они не пошли по пути того же Амазона которые тоже предлагают платформу под сервисы твои базы со своими вычислительными движками они сделали интересную решение на то есть внутренней страны а сейчас то есть они сыграли на опережение завтра до выхода этого закона о персональных данных в Казахстане как раз они просто подписали контракт с провайверами дали им опять лицензию дали им оборудование по принципу покупайте платите только за то за чем вы зарабатываете то есть вы продали 100 лицензий вы платите за 100 лицензий продали 200 лицензий платите за 3 лицензий на самом деле для провайдера это конечно не так красиво я говорю там пакеты до 100000 лицензий вот но тем не менее спросом это стало пользоваться и вот платформа как сервис тоже приживает вот теперь еще более подробно о том о чем я говорю очень много вопросов специально эпично и иногда я могу назвать регулярным облаком слово такое виртуальное вот мне бы хотелось чуть-чуть удалиться в тень и остановиться немножко на особенности понятно что сервера здесь свои здесь полностью где-то далеко понятно что ресурсы расшариваются делятся между различными клиентами здесь и полностью свои вот но основное на что я хочу обратить внимание это что где расположены все эти впечатления вот это ключевая разница когда мы говорим о гибридном области облаке все это располагается все равно на стороне сервера провайдера все равно нужно понимать хоть я и говорил что приложение не бизнес критиков можно увидеть что-то еще но все равно надо понимать что приложение остается на стороне сервис-провайдера и об этом надо постоянно помнить об этом надо говорить основной вопрос который многие задают не только по отношению к облакам а вообще которые приходят к клиническому закачку а вообще что в общем-то вы продаете о чем зачем вы сюда выпадаете нет можем нет а зачем вы сюда впустите что вы вообще двигаетесь что вы вообще здесь почему как бы всем понятно вот эти вот компоненты да это понятно процессор это наша память это наши щитовые карты которые кстати являются у нас сегодняшний день самому неделю 40 до одного сервера по технологическим проводам вот это все понятно но почему вы к нам пришли что будет вот здесь вот такие же замечательные компании Microsoft V V V V это такой проект open сэк который то же самое все архитрации вакуализации и все остальное делать на открытых платформах не заточенных под какого его что мы делаем во-первых есть специальные научники которые позволяют чтобы вот это все красивое программное обеспечение все вот эти красивые идеи которые реализовывались максимально ни для кого не секрет что можно написать красивый код но чем мощнее процессор тем эффективнее заработать а если пойти дальше и подумать что процессор есть специальные функции которые часть работы реализуются внутри на уровне эффективнее и стоить при этом гораздо дешевле как раз вот здесь выявлены самые функции которые делают виртуализацию более эффективными и что немаловажно более защищенные особенно это касается в тех случаях когда виртуальные машины переходят в автоматическом из частного облака в публичное и обратное неделю нет гарантии что не было суммулировано поддение частного облака и когда оно будет переходить допустим слово мышление не какой-то просто возьмет и подменит провайдера облака своей виртуальной мышлой просто дальше кто-то в экспертной технологии она и позволяет двум компьютерам не просто двум компьютерам а процессорам понять что вот они два есть мы друг друга знаем и вот ты мне можешь передать свой сервис а вот он мне не может или я не могу принять сервис который пришел от того вот вот очень такая интересная вещь очень которая активно набирает популярность я думаю года через два-три она уже станет стандартом слышал про такую технологию как SDN или SDI software defined network и нет кратко расскажу что это такое то есть идея заключается в следующем что вот сейчас у нас не только сервер у нас есть хранилище и у нас есть сетевая поступок сейчас это все представлено в виде отдельных жилетов допустим сетевая часть у нас там цирк ассистенс активно продвигает электроники там HP PL и прочие делают вычисления очень хорошо только с ради EMC которые теперь делали HP делают сетевые хранилищи которые очень надежные но это все хотели есть там молот который защищает это тоже железки есть железки которые отвечают за безопасность в частности с точки зрения игрушек и в частности детства которые предотвращают все эти атаки это опять отдельная в чем состоит идеология EMC вот она состоит в том что в принципе серверные мощности технологии пришли для того что все это может реализовывать в рамках этого и вместо того чтобы покупать свой различный железок предполагается запускать просто кучу стильных приложений на одном сервере в чем ключ в том когда у вас пользуется этого сервера вы поставили рядом другой распределяли приложение и все вы не покупаете новое железо в смысле что вам не надо убрать старый маршрутизатор вы просто наращиваете емкость при этом при этом все это управляется из одной точки и вы вообще всю свою сеть или весь свой дата центр видите как одно устройство то есть который может быть распределен по нескольким городам даже это не важно но вы видите это все как один целый организм вот и также эта часть которая касается сторона то есть гранения здесь тоже у нас есть огромное количество технологий вот самая такая интересная самая используемая технология это сторочная которая позволяет таким образом быстро изобретения скульптуру для обработки данных что данные максимально эффективно быстро и самое главное безопасно обрабатываются каждое приложение имеет то для того что в каждом приложении в котором распределяется отдельная область данных не то что другие приложения она имеет доступ в операционной системе это для особо защищенных приложений здесь немножко подробнее о проекте вот то о чем как раз я говорил о о виртуализации всей этой структуры да это software defined network уже есть много продуктов которые используются именно базирующихся на проекте openstep вот сейчас как бы первым брендом чтобы закончили продукты брендированные после разработки месяца назад стала компания цинкосистем то есть она выпустила готовую железку которая на базе цинкосервера но полностью в себе несет именно ту идеологию которая когда у нее кончится производительность вам не надо будет покупать еще один маркетизатор снова со всеми рецензиями со всеми вещами вы купите еще один сервер ну естественно циск 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 и получите вот то самое расширение производительности о котором я вышла в проект open source в принципе в принципе любая компания сейчас может спокойно зарегистрироваться на этом проекте openstep скачать оттуда все необходимое программное обеспечение и развивать решение но опять же я говорю я очень долго работал в различных сервис-провайдерах ни один сервис-провайдер здравом не имеет твердой памяти никогда не займется этим потому что ну что он сделает со своим админом который вот это все устроил сначала он вот так на всем кузов большой а потом когда все это упадет от кого спросить вот есть он что дальше делать но я ни в коем случае не выступаю против проекта openstep наоборот есть компании например есть американская компания одна адмирантис которая у него кстати платила очень большие деньги и спору платили на проект openstep которая предоставляет законченные решения в чем именно уникальность вот этого решения в отличие вот того что делают вендоры уже законченные вендоры делают все равно они выбирают какую-то нибудь смотрят допустим это сервис-провайдер да интернет-провайдер большой смотрят туда и делают ниши потому что им важно заработать деньги именно на массовое то есть продукт должен быть с такой средней ценой он массово и должен быть вот в чем уникальность компаний которые работают они не приносят при помощи они приходят делают закрученные решения именно под ваши клиенты например та же самая компания Google она пошла именно по этой мере она отказалась от всего что тогда было и сказала мы все сделаем с нами Facebook да писатель тоже хороший амазон немножко отличился ну ладно это отдельно им так было проще у них немножко другая изначальная задача вот что такое проект open set давайте чуть-чуть подробнее за него поговорим open set это это различные группы которые отвечают за различные то есть за мысль за личное хранительное за пользу на дворе и вот здесь это тот интерфейс который пойдет уже для личного пользователя там в соцке портала кто участник этого корпуса какие компании не одного из них там нет там есть компания Cisco там есть компания Intel там очень активно принимает компания Huawei для чего потому что они не хотят тратить много времени за собственные разработки они кидают такую идею когда видят что нужно такой двигатель именно для того чтобы продвинуть отдельное какое-то решение они кидают туда свои ресурсы это может быть просто финансовые ресурсы инженерные это могут быть ресурсы инженерные которые садятся и решают задачи потом на доработку вы сами знаете правила Паретта 20-80 что на разработку основных 80% задач уходит 20% а 80% уходит на доточку оставшихся 20% вот они именно вот эти 80% центров ресурса экономики позволяя OpenStack сообществу дорабатывать вот эти все вещи то есть политика такая потом когда они видят что решение дошло до нужного уровня они ее просто забирают интегрируют внутри себя делают свое внутреннее заключенное решение в случае с компаниями которые реализуют проект OpenStack на сети заказчиков доточка 20% происходит именно от заказчика то есть делаются индивидуальные кастомизированные вот ну и теперь элементы дорогие диплом приносят на сегодняшний день именно в облаках то есть что у нас у нас в технику и все остальное но я инженер я позволю себе инженер диплом и немного здесь итак в первую очередь ну интелл понятно это компания которая делает процессоры это у нас не дня но у нас не иные как говорится процессоры это наше все что мы будем делать это фенейка процессоров интелл и он пятой версии сейчас версия третья у нас буквально вот на днях походит уже четвертая версия которая будет еще больше ядер на порту еще более высокую скорость и так далее в чем уникальность этого решения интелл позволяет каждый отдельный процесс каждое отдельное задание обрабатывать не просто отдельные виртуальные машины а позволяет этой виртуальной машине работать на отдельном и что важно учитывая что то что называется еще одна надежная полоска контроллер питания сейчас строим в процессорах то есть когда у вас работает всего одну игру и закружена всего одной ядром энергия потребляет только одна и другие все ядра просто при этом энергии не потребляют и они отключат абсолютно что такое процессор ядерный процессор 26 серии который работает на частоте 2.6 гигагерсов потребляет 95 ватт это серверный процессор он потребляет 95 ватт при загрузке всех ядер то есть в принципе как обычный дестопный процессор который используется это те технологии когда мы говорим про 1.2 сервера ну это не интересно да а когда мы просто берем и считаем такую вещь как 20 серверов установленных в стойке в каждом по 2 процессора и сравниваем стандартно 160-140 ватт а не минус статы и умножаем на это просто даже если это все стоит в собственном но нужно ли еще охлаждение на все это дело мы с коллегами в казахстане посчитали получается если это в собственном то это 200 долларов в год если это при том что в казахстане я принадлежу если это в арендованном то это получается просто на 200 это деньги это живые деньги и о безопасности у IT на работающих приложений я разговариваю и взорвать только вот когда мы говорим про облака важна скорость и надежность потому что виртуальные машины те же самые и процессор они должны спокойно перепрыгивать с одного сервера на другой если у одного не хватает ресурсов или просто произошло падение какое-то одного из серверов полностью пришел на движение то есть нужны большие спорты нужны нужна надежность и самое главное защипочная работа то есть эти адаптеры как раз те которые мы устраиваем в наши решения в решения наших партнеров они как раз позволяют наследять этого идея отдельно хочу рассказать про наши СРД почему интел в общем-то занялся СРД многих это у тебя процессорная компания всегда делает а мало кто знает все уже забыли про продукт интел в 69 году который вышел что иное это микросхема памяти то есть он всегда занимался этим бизнесом он встраивал различные устройства памяти микроконтроллеры которые выпускают и выпускают отдельные выпуски памяти чем важна вот здесь именно память SSD все считают что это дорого да это дорого это быстро да это установлено и стабильно вот нам удалось достичь за счет нашей технологии стабильности то есть эти решения работают постоянно с одной и той же с одними и теми же показателями скажем если заявлено вот у нас вот такая вот огромная линейка различные процессы спрашиваются зачем вам ну одним требуется большое количество записей другой им требуется большое количество считываний третьим требуется и то и другое а кому-то требуется просто обмонтировать работы чтобы они работали с одними и иными параметрами как раз каждый устройств обладает либо иными характеристиками и в отличие от всех конкурентов на рынке Intel эти параметры делаются с точностью 5% т.е. дополнение всего 5% у конкурентов для сравнения у вас есть т.е. вы можете взять из одной линейки из одной парки и несколько SOT ставить в один и только сервер или компьютер и получить результаты работы которые будут участвовать вот здесь мы показываем результаты которые обещаем немного немного по технологии есть такая вещь дикость технологии которая позволяет не просто обеспечить эффективную работу процессора но и грамотно перераспределить задачи между различными процессорами еще раз повторюсь возвращаясь к тому слайду где там были OpenStack ВМВ это Microsoft вот те результаты которые они сейчас достигли которые они показывают они делаются именно вот мне вот коллеги сегодня задавали вопрос почему ВМВ отказывается поддерживать ваше вернее развернули свои старые решения на ваших новых серверах процессорах меня сначала это вогнало в ступор потом я спросил а в смысле отказывают в чем значит это ну они говорят работать не будут вообще нет так эффективно работать не будут потом когда после 15-минутного разговора выяснилось что те параметры которые они заявляют которые мы заявляем на своих новых процессорах по работе с X в том будут выполняться в том объекте именно потому что вот эти вещи технологии которые я говорил сейчас на предыдущих они в предыдущих моделях процессоров и в предыдущих версиях программного отключения ну и такая вещь как датафан это это виртуализация то есть да хорошо все это можно настроить но на это требуется огромный то есть Intel при помощи своих технологий при помощи своих решений позволяет вместо того чтобы планировать и обслуживать и перенастроить вместо того чтобы это делать ручки реализовать это за счет технологии встроенной в сам процессор в саму жизнь да понятно все эти инструкции и все остальное это пишется и используется разработчикам и программного отключения но изначально они находятся в желании я так много и долго говорил наверное я вас устал поэтому с собой подходит спасибо если есть вопросы прошу так сказать угарное озвучивание всем тоже я рад ответить не знаю не знаю даже не говорится даже не говорится не говорится не столько а не то есть все 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 есть кристалл да многие из этих вещей строят кристаллов те же сомнен допустим я не знаю графические акселераторы есть не только все привыкли что графические акселераторы это для дескопов и Apple сделал очередную технологию вот он со своей видеокартой особенно для геймеров а что есть и что появилось интересного вот именно в этой части во встроенных помещениях во первых появилась такая вещь как dpdk dpdk не буду даже расшифровывать не буду что это такое это набор стандартных инструкций которые вычисляют очень быстро к чему это когда я говорил про SDI про сетевую часть особенно а коммутация Ethernet-пакетов маркетизация IT-пакетов это все стандартные функции которые требуют большого уровня интеллекта но они должны реализовывать быстро четко и надежно именно это позволяет сделать про графики есть семейство процессеров со встроенной графики вот есть решение графических предметов интелла которые при предыдущей версии ну вернее в обоих версиях 3 процессора рейтекинг при предыдущей версии SDPL48 графических ядерчатся от 96 это да то есть это просто PCI Express это шина индикатор которая вставляется и есть решение отдельное для подобных мощных впечатлений так называемых DionPy это не тема сегодняшнего но тем не менее который видит вот у нас в октябре у нас уже есть образцы тестирования 384 игра но конкурентов здесь уже очень далеко то есть и вот я говорю вот таких решений очень много опять же есть такая технология которая больше относится к топам я не стал ее сегодня рассказывать но это очень интересная вещь которая называется VipPro VipPro вот мало кто все слышали то что она работает на процессоре многие слышали что все таки реализована она не на процессоре а на сапроцессоре кое-кто знает что есть не такая вещь как VipPro которая не работает без технологии которая реализована на Ethernet или Wi-Fi адаптере но мало кто знает что эта технология включает в себя защиту данных на создание места которая позволяет просто в ситуации давайте у вас есть сотрудник который постоянно проживает у вас у вас есть информация появилась что он поехал в командировку и решил сдать данные документы и уволит вот что делать звонить в полицию пусть бегут его арестовывать говорят преступление еще не совершили что делать вот технология VipPro он позволяет одним кликом стереть на SSD ту часть которая хранит все пароли вот все ключи шифрования после этого диск можно шелкнуть даже сотрудник он никогда не мог восстановить те данные которые а ему достаточно на секунду подключиться все данные но это тоже реализован да это эта технология у нас реализована именно на топах и на наших новых хорн-факторах там много там которые несут на борту либо Core i5 либо Core i7 процессора причем начинают с четвертого поколения либо Core i5 M7 но это уже с шестого поколения в этом поколении только реализована я ответил на вашку просто продаю беды в серфисах а вы из-за партии да ну надеюсь не в последний очки